Всем привет! Канал Покашеварим. Жертва маркетинга. Сегодня я взял на обзор вот такую вот пиццу от горячей штучки. Я никогда не пробовал. Я пробовал ресторанты, всякие там Таласто, всякие пиццы, Компомоссовские вот эти ужасные. Помните, да, наверное, обзоры? Давно это еще снималось, конечно. Сегодня у нас горячая штучка. Помимо всяких чебупели, чебупицца, чебу-всякая штука, Они стали готовить еще и пиццу, причем, как всегда, в яркой упаковке, Как всегда, просто феноменально обещающие надписи, наподобие МНОГО СЫРА! Чизи-пицца, которая тоже подтверждает, что там должно быть много сыра, Не надо мыть посуду, то есть, ты смотришь и думаешь, Это лучшее, что я видел в своей жизни, я хочу это купить, это клево, МНОГО СЫРА, но посмотрите, посмотрите, как она тянется, То есть, упаковка, ну, действительно, вызывает аппетит, Это хочется именно так, чтобы было. Я отдаю себе отчет, что именно так не будет, Но, тем не менее, посмотрим, как будет. Вот такая упаковка. Стоит такая пицца 200-230 рублей, иногда по акции где-нибудь в пятерочке, Бывает там, типа, две по цене одной, но все зависит, конечно, от акции. То есть, теоретически, ее можно купить за 110, там, одну штуку. Производят это ЗАО Мясная Галерея, в общем, ничего не изменилось, Горячую штучку по-прежнему выпускает ЗАО Мясная Галерея. Смотрите, Горячая штучка поняла, как надо писать состав, Чтобы всякие блогеры, вроде меня, им было неудобно это все разместить на экране, да? Но, тем не менее, мы прочитаем состав продукта, начинка, ветчина. Ну, окей, там все, что в ветчине, все стабилизаторы, Всякие соли, нитриты, все как должно быть, Ничего тут, ну, любая ветчина на это сойдет. Сыр моцарелла. Опять-таки, ничего особенного. Грибы, шампиньоны, консервированные, кстати, томатная паста, Бла-бла-бла-бла, мука, порошок, специи, экстракты, Мука пшеничная, ну-ка, комплексная пищевая добавка, Которая состоит из муки, фермента альфа-амилаза. Что это такое вообще? Что за добавка мука и фермент? Вот так вот выглядит фермент. Это какая-то бутылочка средства для получения спирта На основе крахмала, содержащих продуктов. Для приготовления браги. Ну, короче, это типа дрожжи, по ходу дела. Ну, типа дрожжей, что-то такое. В общем, ладно, по ходу дела безвредная вещь, Но в целом состав нормальный. Я бы не сказал, что меня что-то впечатляет. Ну, ветчина, сыр, грибы, ну то есть что вам может впечатлять? Все, что всегда в ветчине, все, что всегда в сыре, Все, что всегда в томатной пасте и бла-бла-бла. Ничего такого сверхъестественного тут нет. Более-менее состав адекватный. Вот, в отличие от цены, кстати, 230 рублей за... Сколько она весит? Это 330 граммов, 200 рублей. Ну, то есть это, ребята, на самом деле не дешевле, чем покупать где-нибудь в доставках. Там, Додо, Папа Джонс. Ну, Папа Джонс, наверное, дороже будет. Ну, допустим, Доминос по акциям. Да тот же Папа Джонс по акциям. Додо Пицца по акциям будет дешевле, мне кажется, Чем покупать замороженные пиццы в магазинах. Под конец я попробую, под конец этого ролика, Сделаем выводы, я посравниваю просто, ну, вес и как бы цену, да. Да, 330 граммов, причем, скорее всего, готового продукта. Вот так она выглядит. Но еще замороженная, надо быстрее готовить. У меня духовка почти разогрелась. 330 граммов. Ну, смотри, да, по весу нормальное, фабричное производство, 340 с полиэтиленом. Так, что у нас еще в составе пиццы? Вот, это как раз то самое обещанное, да. Не надо мыть посуду, то есть, это кусочек пергамента, на который мы эту пиццу, естественно, выложим. Ну, в общем-то, сейчас мы это и сделаем. Оп. И выкладываем пиццу. Ну, в замороженном виде я бы не сказал, что тут какое-то феноменальное количество сыра. Вот, но явно тут сыр есть. Грибы есть, ветчина есть и соус. То есть, особо, ничего такого. Но такого эффекта, я боюсь, что не будет. Вот такого. Заодно и проверим. Кстати, пергамент чуть меньше по диаметру, чем диаметр пиццы. Отправляем в духовку. Выпекаться она будет 6-7 минут, не размораживая. Ну что, смотрим, что по итогу у нас получилось. Готовилась она 8 минут, потому что за 7 даже сыр не расплавился. Ну, по факту вот, что у нас получается. Вот такая вот пиццочка. Действительно, духовку мыть не надо, потому что вот она на пергаменте. Ну, смотри, ну сыр не до расплавился. То есть, как ни крути. 8 минут. Можно еще дольше было держать. И здесь ничего не подрумянилось. Что по итогу? Пицца выглядит стрёмно, недоготовленно. Но я соблел. Я даже на минуту больше подержал. То есть, за 7 минут при 200 градусах не приготовится ни черта. Все эти замороженные пиццы, как правило, ну вот те же ресторанты, по-моему, там в рекомендациях написано, ну типа, там 10-12 минут. Но это я еще поверю. Тут нет. Тут вот, видишь, края не подрумянины. Ну, ладно. Мы про другое здесь. Давайте распилим это чудо кулинарии. Вот и все главное в центре, да? То есть, концентрация продукта в центре. Ну, естественно, не, ну слушай, то есть, вот, нет вот этого эффекта, что тут расплылся сыр, что он будет тянуться или как-то. Нифига. Это белое, белое тесто. Ай, блин, ребята, ну это, конечно. Ну, это, конечно, да. Ладно, мы попробуем, конечно, по вкусу, потому что, ну, здесь действительно надо отдать должное, сыра довольно много, он расплавился. Видно, что она сырная, несмотря на то, что здесь он не тянется, как бы, да, как на картинке. Но, тем не менее, сыр есть. Ветчина есть, грибы есть. Ладно, момент истины. Нежный вкус ветчины, сыра и ароматных грибов. С каких это пор шампиньоны у нас стали ароматными, ребята? Трюфель, да, белый гриб. Да, но шампики что-то новое. Так, ну, тесто капец, конечно. Тесто капец. Просто белое, неаппетитное тесто. Давай, ладно, попробуем, блин. Ай. Тесто настолько пышное, что оно не чувствуется, когда ты его кусаешь. Но это стрёмно. Я не самый капризный человек на свете в плане еды, я имею в виду. То есть, я бы мог сказать, что это весьма съедобно. Ну, да, то есть, по факту это съедобно, это можно съесть. Но это не та пицца, от которой можно удовольствие получить. То есть, вот из замороженных пицц, я помню, итальянскую кальцони я покупал. Которая явно приготовлена была в печи. То есть, она разогревается фактически только в духовке. Да и эта тоже разогревается. Она готовая, по сути. Ну, тесто. Вот. И та пицца была феноменально вкусной. Я ее где-то в Глобусе покупал, по-моему, да. Да даже ресторанты, кстати. Пицца-ресторанты. Вот, там, квадри формаджи. Что-то такое, там, четыре сыра. Или еще. Ну, лучше. И тесто лучше. И как-то в целом ощущение лучше. А здесь абсолютно такой нейтральный вкус. Потому что моцарелла не имеет какого-то вкуса своего. Это очень нежный сыр по вкусу. Ветчины, грибы консервированные. Ароматные, как они пишут. Да нет, фигня это. То есть, уж лучше тогда свежих шампиньонов нажарить, наложить. Там будет хоть какой-то вкус, там, с луком. Поэтому, ну, короче, реально по вкусу эта пицца абсолютно ни о чем. Если вот представишь, что она стоит своих родных денег. То есть, там, 220-230 рублей. Я бы такой брать не стал. Ну, у горячей штучки, ну, гораздо интереснее. Серьезно, гораздо интереснее взять вот эти вот все их приколюхи. Которые надо, там, поджарить в масле. Да та же чебупица, кстати, и то прикольная. Хотя в этой теме мне очень нравится, знаете что? Что с упаковок вот таких продуктов наконец-то производители стали убирать рекомендации готовить в микроволновке. Твою мать, это вот самое последнее, что можно сделать с какими-нибудь наггетцами, там, с той же пиццей. Это готовить в микроволновке. То есть, если она и так, ну, не так, то после микроволновки это будет что-то нелепо, резиновое, несъедобное. Так-то хоть съесть можно. Вот, поэтому за это горячей штучки респект. Но по вкусу, конечно, надо доделать. Потому что соус ни о чем, начинка как бы и тесто убогое. Ну, то есть, это не то, что хочется есть. Серьезно. Ребят, даже, даже, вот серьезно, многие будут писать, ну, я иногда с работы уставший прихожу, закажи где-нибудь, закажи где-нибудь, даже в самой стрёмной доставке, пицца будет вкуснее, чем эта. И сейчас мы перейдем, кстати, к сравнению по ценам. Давайте сравним цены. Ну, вот с весом. Додо пицца, например. Такая же пицца, только с нормальным тестом, с вкусным соусом. Это же Додо, Додо, да, 25 сантиметров, 460 граммов, 330, напоминаю, будет стоить 345 рублей. Папа Джонс, одна из самых дорогих пиццерий, 23 сантиметра, самая маленькая. Я не знаю, сколько по весу, мы нашли какой-то вес, но непонятно, то есть, у них даже на сайте нет спецификации, какой-то пиццы вес относится. 23 сантиметра стоит 400 рублей, дороже, дороже, но это будет Папа Джонс. Хорошее тесто, хороший этот и так далее. 400 рублей в Доминосе стоит пицца без всяких акций, тоже ветчина и грибы, 20 сантиметровая. Ну, дороже, я соглашусь, но опять-таки, если поймать какую-нибудь акцию, там, не знаю, 3 пиццы по цене 2, еще что-то, будет гораздо прикольнее. Как минимум, вам приедет хорошее, хорошее тесто, только что приготовленная пицца, без какой-либо заморозки, с хорошими ингредиентами и с нормальным вкусом. А не вот эта вот пресная какая-то салфеточка с сыром, грибами и ветчиной. Пицца совершенно мне не понравилась, абсолютно не рекомендую к употреблению. Это не камень в огород горячей штучки, потому что в целом они делают прикольные штучки, вот, именно штучки. Вот, когда они делают штучки, у них нормально получается, а когда они делают большую, круглую, плоскую штучку, у них получается, честно говоря, ерунда, ребята. Не рекомендую чизи-пицца с ветчиной и грибами, и, я так понимаю, есть еще другие начинки у них. Не советую экспериментировать, уж лучше, серьезно, если уж хотите заморозку иметь, то лучше купите ресторанты, ресторанты лучше делают, чем вот это. Или другие вот, мы что-то, пап, пышные, я уже забыл, давно не снимали пиццы всякие. Они были, ну, реально более съедобные, более вкусные и насыщенные по вкусу. Все, ребят, спасибо, что посмотрели, жертва маркетинга на канале Покошеварим никуда не девается. Пишите ваше предложение в комментарии, на что сделать обзор, какие интересные продукты вы хотите увидеть здесь в обзоре. Всего вам вкусного, пока и до скорых встреч. Чизи-пицца, много сыра. Блин, забыли добавить, Дима, к этой пицце, знаешь, что? Вкус. Главная упаковка, да. Дима Портнягин, видать, им рекомендации давал здесь. Главная упаковка. Нет, ребята, главное вкус, это же еда, это еда.